Тут все спрашивают, как там сейчас Киев выглядит. Это станция метро Хрещатик. Сейчас покажу поближе. Вот, мы находимся на Хрещатике. Киев выглядит так. Снимая одним файлом, прогуливаете, давайте прогуляемся вместе. Как вы видите, идет торговля всякими штуками. Вот, то есть, да, палатки как бы и стоят. Народ, народ ходит. Ну, в общем, смотрите сами. Извините, если дрожит изображение. Снимаю с одной руки. Вот, люди с детьми ходят. Все нормально. Здесь идет, насколько я знаю, набор, вновь создаваемый национальную гвардию. Криминальная авар. Тут же рядом кофе. Вот. Готовится к 200-летию Тараса Григорьевича Шевченко. Да, народ, ну, не много, но записывается. Очень много людей в камуфляже. Люди ходят с разными флагами. Вот, посмотрите. Сегодня был просто какое-то мероприятие. Я не успел, к сожалению. Человек, может быть, 150, были с флагами разных стран. Шли вот сюда, где-то, вот в направлении Майдана. Ну, все очень мирно, очень спокойно. Вот это, посмотрите, выглядывает тот самый... Сейчас. Тот самый дом профсоюзов. Мы все равно к нему будем подходить поближе, но я так, чтобы... Было видно, да. Так он сейчас выглядит. Вот, да, брусчатка, как вы видите, это последствия боев с милицией. Очень много цветов. Очень много цветов. Вы не подумайте, что это все. Это так маленькая часть основного объема. Цветов очень много. Ну, вот тут вот как было, речки. В общем, народ обживается. Печки, генераторы. Ну, сказать, что чистота идеальная нельзя, но ощущение порядка есть. И все, мусор в пакетах. Вот, посмотрите, это тоже цветы. Тоже цветы. Люди приносят. Постоянно работают журналисты. Каких-то конфликтов с журналистами я не видел. С темпка свободная. Ну, по крайней мере, я не слышал, чтобы кто-то прям вот совсем... Сейчас, кстати, я вам покажу очень интересную штуку. Вот на входе на Хрещатик есть вот такой ларек. Если время будет, зайдите обязательно, посмотрите. Разрешите? Это все штуки, которые... Это все, с одной стороны, любимые круги, а с выехали. Это все, уже музей практически. Да, народ ходит, фотографирует, смотрит. Очень много... Да, елка так и стоит. Несмотря на март месяц, я думаю, стоять она теперь уже будет круглогодично. Она уже стала определенным символом. Да, вот так выглядит Хрещатик. Да, брусчатка местами разобрана, но, в общем, какого-то прям беспредела. Да, есть остатки шин. Вот, пожалуйста. Поставили, кстати, какую-то пирамидку желтую. Назначение ее, к сожалению, не знаю. Но вот опять цветы. То есть, и вот эти вот залежи цветов практически на каждом шагу встречаются. Вот так вот выглядит сейчас Майдан. Сейчас подойду. Да, вот так выглядит Майдан. Вот так дом профсоюзов сгоревший. Так, что за красные точки там, я не знаю. Но они появились уже после пожара. Что-нибудь там символизируют, не в курсе. Извините. Давайте обойдемся, наверное, со стороны сцены. Тут есть, вы видите, палатка Херсонщина. Кировоград. То есть, они практически подписаны. Большинство из них по городам. Юли. Волю. Ну, вроде как на воле уже. Пора бы, наверное, баннер сменить. Юли волю это как-то... А вот, посмотрите, такое количество людей сейчас. Вот где-то такое количество. Это сейчас воскресенье. Воскресенье сейчас 14.30. Слава Украине! То есть, побед. Да. Да, крики. Слава Украине! Героям слава есть! Что есть, то есть. Так выглядит сама сцена. Посмотрите на количество цветов. Вопросы проходят какие-то. Одиного джерела влады. Так чи ні? Так! Але це право починається не від зверхників, що сидять на самій горі. Із цієї гори тільки дивляться на нас. А від самой малої території. Від найменшої територіальної громади, яка є фундаментом усієї української держави. Заводом, ветер пройдет. Ми бачимо, що і наші знайменші, менеджери, і політики розбили торобу розкову зустрічі. Звичайні наймати. Це внові вирішили кричущі проблеми нашої країнии. Звичайно, що вирішуємо, що вирішуємо, що вирішуємо, що вирішуємо, що вирішуємо. Народ України зможемо зупинити штучно уборони роботи. Ну, вот так, десь, да. Звичайно ми з вами, як єдине зверло влади, в Україні маємо повноваження сказати стоп-адресі народу України. Ви випадки. Звичайно з вас вирішуємо прийняти наш найперший правовий документ. Докларацію українського народу. Дозвольте я її проголосу. Так чи ні? Дойдет збор курсів. Докларація про территоріальний громад України. 16 березня 2014 року місто Київ. Ініціативна група громадян України, керуючись Конституцією України, повідомляє про створення Центрального комитету Территориальна платформа України. Вот такое количество світов. Вот, посмотрите. Ну, туда я уже не пойду. Так, щас, вон, чуть приближу. Ну, понятно уже, да. Так, щас, вон, чуть приближу. 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 Территориальний громад. Так, щас, вон. Это Майдан Пресс-центр. Кстати, не знал, что он здесь есть. Да, медики до сих пор есть на Майдане. вот смотрите то сделано уже проходы можно спокойно пройти и не в одном месте как это было раньше в нескольких местах ну вот видите то есть основной проход несмотря на то что баррикады остаются но проход абсолютно свободный остатки пожара это резина видимо вот так с этой стороны выглядит дом профсоюзов там проход закрыт но в принципе там и смотреть в общем то нечего стоят армейские палатки есть запас друб пролетел сейчас покажу вот так выглядит сюда достаточного Немного фотографий небесной сотни. Продолжают раздавать едут. Если вы будете в Киеве, будете голодны, приходите на Майдан. Работают полевые кухни. Сейчас ветер. Продолжение следует. Продолжение следует. Работает комочный альпинист и снимает остатки баннеров. Ну а вот как выглядит Майдан. Здесь даже запасы шин остались. Они сложены горкой. Продолжение следует. Ну, в общем-то, в принципе, все. Вот так где-то.